здравствуйте друзья мы с вами в городе лисбург что в штате вирджиния и здесь такая большая большая комьюнити вот из таких домов отдельно стоящих вот вы видите да там каждый дом такой типа царь горы и вот этот вот вот этот он так называемый model home то есть его можно посмотреть и прикинуть вот они продолжают еще застраивать у них тут есть довольно много уже построено а сколько-то будет построена и вот обычно такой model home там дизайн там отделочные материалы там уже staging какой-то то есть мебель расставлена вот так чтобы захотелось знаете как посмотрите какие они красавчики он там стоит красавчик здесь потрясающе я хочу сказать что я буду с удовольствием жил в таком месте единственно что вот скажем кремниевой долине где мы живем такой домина стоил бы там я не знаю миллион четыре пять с таким участком земли тут уже лет семь или восемь они строят дома осталось всего 11 им построить и тогда завершится вся эта история и вот тот дом в котором мы сейчас находимся фон 500 квадратных метров и стоит что-нибудь под миллион но тут зависит еще от уровня отделки вот точно такой же сейчас строится рядышком он будет стоить там 830 но это очень большой а так в принципе от 730 тысяч у них тут дома вот есть карта пишут что продано что есть так далее давайте мы посмотрим значит вот у нас вход там офис где агент находится туалет офис не неудобно может когда выйдет я там тоже поснимаю такой туалет тут все отделано и есть как бы базовая отделка а есть покруче подороже поэтому реальная цена дома зависит от того уровня отделки который человек выбирает так ну вот я тут хожу вам представление что вы имели значит площадь которую я говорю там 500 метров это то что выше земли потому что у них как он стал и баб граунд то есть я так понимаю что еще и basement должен быть то есть под пол так так конечно здесь безумно просторно и по нашим калифорнийским ценам я хочу сказать что это просто какие-то за бесплатно фактически дом отдают знаете тут камень просто задаром как вы думаете кого бы осчастливить вот так вот бесплатным жильем тут я ведь этот дек на улице и так лесенка идет вниз спускается вниз на землю вид очень красивый туда наконец какая-то золотая осень начинает появляться какая-то что-то желтеет краснеет нам не повезло в этой поездке как-то вот мало желтела и краснела в этом году давайте в уголок забьюсь вот пошли на кухню конечно домик обалдеть обалдеть и территориально очень хорошо расположен тут вообще все очень-очень здорово и сама эта комьюнити по которой мы минут там три-четыре ехали сюда вот мимо таких царей горных знаете там таких стоит такие же точно домиков на своих таких небольших холмиках вообще потрясающе совершенно зрелище вот смотрите как два акра земли у этого дома это гектар по простому ну что пошли дальше красиво тут еще вот такое хозяйство вот это шкафчик они здесь разложили свои буклеты а так вообще это шкафчик для кухни я так понимаю да там какие-то горшочки поставить так гараж гараж на три машины видите вот тут дверь на две там еще на одну нормально все путем гараж хороший это интересно получается это как бы прихожие что такая прихожая да а вот вы тут запарковались вот вот тут мы запарковались это фактически вход в дом вот вот там вход а вот тут вот вы заезжаете и вот здесь вот это наш автомобильчик ведь как там красиво перспектива какая так возвращаемся в дом ну что пошли пошли наверх красиво слушайте ну правда классно я не знаю то ли от того что все такое новенькое чистенькое из качественных материалов сделано хороший стейджинг то есть оформление очень хорошее приятно мастер бедрум друзья не пожалели не пожалели место так знаете как люди спят тут у них не просто мастер бедрум а тут у них еще сзади вот журнальный столик тут пару кресел еще можно потрепаться какой интересный дизайн действительно очень интересный дизайн так тут темнота то зачем темнота нам не нужно вот бог инклозет пожалуйста есть местечко тут что-то такое тоже в темноте господи еще один два бог инклозет это правильно один для мальчиков они для девочек так два бог инклозета ну естественно помыться надо тоже и не только помыться вот есть не только помыться душ хорошо душ так и вот немножко так у тебя кучка такая миллион с хвостиком стоит 5000 это я понял но он как бы не очень четко сформулировал цену он сказал что это вот примерно на миллион да вот это примерно на миллион потому что от отделки сильно зависит но ты посадишь масштабы это 5000 то есть 500 квадратных метров это над уровнем земли я даже еще подвал есть светлана спросил но что сказал и он сказал что вообще-то покупают пенсионеры пара человек живет в этих домах ну потому что я тебе скажу что происходит они продают старый дом так который у них есть и хотят что такое знаешь более-менее современное но вопрос в том что вот такой туалетик тоже дело в том что второй этаж это не пенсионерские дела обычно то есть это могут пенсионеры скажем нашего самого возраста а если это пенсионеры которым скажем 75 им тяжело до нашего возраста они рассчитывают на детей и внуков которые собираются на праздники и нужно всем дать комнату может быть вообще само понятие комьюнити вот этой наверное есть какая-то цена так долларов там 50 может быть 75 может быть 100 если тут есть какой-то клаб хаус какие-то такие 75 мы 100 в месяц платили могу представить сколько они за это вы платите за все а они например могут платить только за какие-то общие вещи а скажем газончик за свои деньги а у вас здесь ты жила в таком нет расскажи почему я гаси свет почему бы ты здесь не жила он слишком большой так и если ручку где-нибудь оставишь потом будешь месяц искать давай снимемся с собой такой селфи скольдой селфи сделаем так стиральные сушильные и мне кажется что вот эти углы как сайс дома для двух человек ну просто ты будешь я не хочу жизнь тратить на свой дом надо же его декорировать это я буду год заниматься его декорированием потом надо через какое-то время менять декор ты неправильно ты неправильно подходишь нанимается декоратор платятся деньги я художник я не доверяю декоратором фактически моя жизнь превратится в обслуживание этого дома в смысле того чтобы он красивый был управлять этими мексиканками которые его убирают с точки времени видов который ты хотела бы иметь для творческого вдохновения это детская друзья она такой розовенькая такая кьютенькая от слова cute для девочки очень хорошо или наша саша не отказалась хотя нет нету саши них уже но так она и не жалуется гардероб для девочки неплохой да 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 девочкам нужно конечно что я хочу а что кроме интернета что у них девочки остается тут такой только это так вот все такое новенькая миленькая слушай даже я где уже сбился со счета сколько тут смотри ты думаешь да ну смотрим робот где робот картинка с роботом здесь красивая безусловно да я хотя бы ориентировала бы вот виды больше туда на далее но тебе есть где вдохновиться да конечно то есть в этом смысле ничего а вот скажем не поверен наверно дороговато а скажем 1750 было бы нормально да хорошо хорошо ну что друзья мы идем вниз мы идем вниз у нас есть лестничка ничего себе низ ничего себе низ у них это кроме этого кроме этого 500 этих самых квадратных метров то ты понимаешь что происходит значит так 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 ё-моё ага кинотеатр понимаю кинотеатр кинотеатр а даже такой стилизированные кино проектор прелесть какая тд ай-ай – такое красиво жить не запретишь не запретишь жить красиво друзья Это что, три телевизора или что? Да и зачем? Они им три телевизора, но они футбол же смотрят. Три телевизора, крути-верти, а ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, за вас не боязно с ума сойти. Боже. Вы знаете, что я начинаю подозревать, что это входит в те 500 квадратных метров, что было сказано above ground, мы явно тут above ground. Наверное, все-таки это входит в те 5000, ага, скверфит. Сюда посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так-так-так-так. Здесь очень красивый вот отсюда вид. Да. Но это декор 2012 года, это немножко устаревший уже дизайн. Ну ничего, ничего. Но если у них пенсионеры селятся, ничего, это просто висят двери для красоты. Это модно. Если дверь висит, она должна где-то выстрелить? Нет, это для красоты вообще должны быть настоящие, с настоящего амбара, но это подделка. Подделка, друзья. Это вот так вот дурят нашего брата. Это, конечно, очень красиво. Хотя и недорого берут. Когда листья упадут, кстати, будут дали, что очень хорошо. Дали? А, откроются дали. Да. Не то, что дали. Что касается вида, меня бы этот дом устроил абсолютно. Так. Если бы в два раза уменьшить и мастерскую сделать вот со стороны этого большую. Так. Друзья, а здесь можно встретиться с друзьями. Поставить, поставить, ну не хочется, так сказать, уточнять человека. Поставить человека, который бы там рюмочки мыл, наливал бы венцо, к нему подходили. А сейчас там кинозал. Кинозал там еще есть. Кинозал я снял. Я думал, это туалет, а там еще вход. Да. А это для футбола просмотр. Ну хорошо. Друзья, давайте мы закончим и пойдем. Да? Да. Светочка, давай. Ну, понимаешь как, хороший дом. Так. Я спросила у этого человека, какой у них профайл семьи, которая должна быть в этом доме. Да. Он сказал, профайла нет никакого. Вот у нас, говорит, два таких дома купили семья из двух человек на пенсию. Ну, им хотелось большого. Им хотелось большой дом. Мы, как люди, жившие в таком большом доме, я вам скажу, что на пенсию в таком доме вдвоем жить очень грустно, потому что потеряться можно. Да, мы терялись. Вы терялись мы. Не знаю, это, по-моему, дом на много детей, чтобы было шоу на энтертейнмент. Двум пожилым людям это нафиг все не нужно. Поэтому это какой-то, опять, мы из Калифорнии, у нас другие нормы, да, на все это. Представление о ценах другие. Да, и это очень такое сложное для двоих людей. Сколько бы такое стоило денег в Mountain View или в Лусалце? Это очень дорого, это будет 5-6 миллионов. А здесь миллион. А здесь миллион, да. Я спросил, значит, у них пока что нет Association Fee, но сказали, что когда все завершится, будет примерно 100 долларов, что включать в себя будет мусор, ресайклинг. Это мысль только у нас. Ну, потрясающе хороший вид, три акра земли, это все замечательно. Три акра? Да. Не два. Нет, три. Три акра, то есть. Три акра. Лес видны их. Друзья, полтора гектара. Лесик это тоже кусочек. Да, это вот лесочек замечательно. Здесь очень красиво. А вон там, соседи. Соседи близко, друзья, нет. Соседи далеко. Со спутниковой антенкой, там, с двумя даже. Это очень хороший район на самом деле. А до Вашингтона час на машине по хорошей дороге. То есть это считается нормально. Да, это очень хороший район, это очень хорошее место. Ну, давайте так, мы сейчас будем отсюда выезжать и по дороге снимем как бы окрестности. Да, понемножечко. Ну что, друзья, по возможности, по возможности, стараемся вам показать вот эту вот комьюнити. Ну, давайте впереди посмотрим. Так вот, налево немножко. Ну, со всеми теми ограничениями, которые накладывает на нас то, что мы в автомобиле. Вот тут. Красиво. Вот тут. Вы видите, дома такие. И вот здесь, справа, красавец такой. Пустынный. Все продано, да. Два дома осталось. Россию всю продали, а тут два дома осталось. Тоже, тоже, друзья. Да. Ну, это я так переживаю. Ну, так, едешь, бывает, так, домой. Да. Антоновские. Да. Вот так тут. Красиво. Это не Middle America, Света. Это совсем не Middle America. Это называется у нас Вест Кост. East Кост. East Кост. Средний класс. Middle class. Ну, я, честно говоря, я за Middle class как-то не очень уверен. Да. Все-таки тут народ побогаче. Побогаче народ. Upper Middle class. Да. Да. Замки у людей, друзья. Ой-ой-ой-ой. Ну, что? Заборов нет. А что забор, когда все далеко? Вон забор дырявый. Все, друзья. Мы выехали из этого микрорайона, так сказать, на дорогу. И на этом месте с вами прощаемся. Спасибо. Спасибо.